Мы стали людьми 21 века. Это и есть век коммуникации, именно таких интернета. Мы сами все делаем за себя. Поэтому я считаю, что в чистоте ни один стиль в интерьере на сегодняшний день существовать не может. В 21 веке основной стиль это стиль эклектика. Это все равно любой какой-то перефраз. Невозможно сейчас сделать арт-деко. Что значит арт-деко? Арт-деко было 20-30-40. Вы что, купите весь этот антиковырят и упакуете весь проект? Нет, конечно. Вы будете компилировать. Более того, наверняка будете вводить туда новодельные вещи. А новодельные, которые уже три раза до этого делали на разных каких-то фабриках в Америке, в Европе. И будете вводить какие-то современные вещи. Потому что вы же делаете не музей, а жилище для нормальных земных людей. Собственно, задачи, которые мы здесь решаем, земные. Мы не инвесторы, мы не обслуживаем каких-то там топовых заказчиков. Поэтому, собственно говоря, ценообразование, скажем так, по искусству в основном, конечно, у меня запросы это там до 3-4 тысяч евро. Есть, конечно, там и до 100. Что у вас есть до 100 рублей? В смысле до 100 тысяч рублей? Мы ищем, что мы можем предложить заказчику. Такой вариант, такой и такой. Всегда тоже, вы понимаете, как в любом дизайн-проекте. Вы же, когда делаете проекты, вас же так, как научили, что нужно предложить 2-3 варианта одного и того же дивана. Правильно же? Здесь всё то же самое. Нужно предложить 2-3 варианта по бюджету или по настроению. Например, фоторабота с каким-то бюджетом, живопись, но слабая, но с таким же бюджетом. Или интересная живопись, мы же просвещаем, но не надо брать только миссионерство на себя роль. Вот, например, топовый художник, он стоит там 250 тысяч рублей, посмотрите, обратите на внимание. Вам скажут, что нет, но это запомнят. Это запомнят. А вам будет респект, что вы проделали дополнительную работу и предложили дополнительные какие-то вещи. Поэтому золотой правил эклектики — это одна треть винтажа, уникальных вещей и всего остального. Собственно, вот у меня за последний год, наверное, много было поездок на какие-то разные арт, скажем так, ярмарки, в том числе и дизайнерские. И очень много, скажем так, в Европе, у нас это тоже пришло, например, арт-пари, что такое арт-пари, или там фиак. В основном они, конечно, галереи, которые продают искусство, картины, скульптуры, и очень много становится сейчас доля предметов, предметов дизайна. Давайте определимся, что такое в терминах дизайнерский предмет или предметный дизайн. Это у нас называется всегда и в институтах преподавая декоративно-прикладное искусство. То есть то, что несет на себе функцию, то, на чем можно сидеть или хотя бы присесть, то, с чего можно поесть, ну хотя бы так подержать в руке, но красиво. То есть это предмет, который сделан с помощью новых технологий, он уникальный, и он передает, когда я его купила, или заказчик купил дизайнера, он передает как раз информацию о личности владельца. Опять же, что модно или, скажем, какие тенденции европейско-мировые в 2018-2019? К нам они, конечно, чуть позже подойдут. Но отдельной строкой здесь стоит вопрос нарциссизма и сам себе дизайнер. Это то, о чем я озвучивала уже, что на самом деле все хотят сделать дом со своим лицом. Ну не знаю, я, например, очень устала, и вот с кем я работаю, с партнерами, с дизайнерами, от того, что куда приходишь, ну дорогие апартаменты одинаково выглядят, гостиницы также одинаково выглядят, неважно, гостиница в Париже или там она в Нью-Йорке, ну примерно она плюс-минус будет также одинаково выглядеть. С помощью чего можно сделать уникальным? Или там дом со своим лицом, только с помощью предметов искусств. Ну правда, пусть даже это там графика, я не говорю про дорогой бюджет, нет. Я как раз за то, чтобы был микс или какие-то разные вещи. И самое главное, что это даёт, когда дом даёт некое прочтение, а его владельцы. Эмоциональную составляющую это даёт. Опять же, то, что и важно на сегодняшний день в искусстве. Родить, породить у нас, у зрителя эмоцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова